привет друзья с вами снова джин лав и сейчас мы продолжим создавать наш сайт так первое что сделаете это перейдите на свой сайт предыдущем уроке мы остановились на том что наш сайт остался вот в таком дизайне то есть если набрать наш сайт вы свой набираете я свой у нас имеет вот такой дизайн и вот такой внешний вид а одну минутку мой немножко отличается у меня здесь потому что такая черная полоска добавилась но до этого мы дойдем я вам это еще все покажу и так в этом видео мы сделаем следующее сделаем краткий обзор нашего сайта из более подробно с ним познакомимся итак поехали сейчас заходим наш свой сайт смотрите покажу один из способов как заходить на свой сайт как правило когда вы часто заходите на свой сайт браузер сохраняет ссылку входа на ваш сайт и чтобы ее увидите сделать нужно следующее кликайте в поисковую строку браузера вот сюда вот ставите полосочку и стираете там одну или бы две цифры две надписи вашего сайта и вот сразу предлагаются варианты различные на различные ссылки смотрите найдите ссылку с таким названием название вашего сайта дальше идет слэш vp-login.php если вы нашли такую ссылку то нажимайте на нее либо другой вариант ссылки название вашего сайта слэш vp-admin если нашли такую ссылку тоже нажимайте на нее смотрите нажав либо на эту ссылку либо на эту вы попадете форму для входа в ваш сайт вот если у вас таких ссылочек сейчас браузер не выдает ничего страшно тогда заходить заходите на ваш сайт в панели управления вашего сайта так как я показывал это в предыдущем уроке так в общем заходим на наш сайт ставим галочку запомнить меня и нажимаем войти смотрите первое что нам сейчас нужно сделать это обновить и наш сайт то есть мы сейчас вошли в панель управления нашим сайтом сейчас нужно его обновить вот здесь мы видим вот такую вот круглые стрелочки с цифрками 5 может быть у вас может быть 4 в общем ведь таки видим такие цифры да и написано обновление и цифра к здесь будет какая-то у вас до для того чтобы обновить сайта нужно нажать либо на обновление либо на вот этот кружочек с цифркой вот сейчас мы это как раз и сделаем итак нажимаем на сюда на кружочек и у нас сейчас откроется вот такая вот страница смотрите нам предлагает обновить наш сайт а именно что обновить именно вот вот это вот всю панель вот это вот систему с помощью которой мы будем настраивать сайт и изменять его то есть нам предлагают и тот это все обновить все это дело обновить до новой версии и мы нажимаем на вот эту вот кнопочку обновить сейчас смотрите всегда когда вам предлагают сделать обновление всегда обновляйте перед тем как начать что-то дальше изменять, редактировать. Посмотрели, есть обновления. Если есть обновления, обновляете их, а потом уже делаете что-то другое по сайту. Вот сейчас обновим версию WordPress. WordPress – это называется наша система управления нашим сайтом. Сейчас мы обновим до новой версии. Нажимаем кнопку «Обновить». Загружается у нас немножко, подождать нужно будет. Идет обновление. И как только обновится, у нас сразу появится вот такая вот страница. То есть обновление произошло успешно. Добро пожаловать в WordPress. И вот здесь у нас видео какое-то, то есть демонстрация, что именно обновилось, что новое появилось в этой панели управления и так далее. Что изменилось. В общем, можете это познакомиться, почитать, но сейчас читать это и на этом останавливаться не будем. И сразу перейдем именно к нашему сайту. Смотрите, еще после обновления могут также светиться вот такие вот галочки. Обновления, плагины там могут остаться, продолжаться эти обновления. Смотрите. Еще раз тогда нажмите на обновление. И посмотрите, что у вас еще не обновилось. И мы видим, тут написано «Обновить плагины». Обновить плагины. Такая вот надпись. Ставьте вы здесь галочку «Выделить все» и нажимайте «Обновить». «Обновить». Все. Обновилось. Дальше еще раз мы нажмем на обновление. Что там еще нам предлагают обновить? Допустим, показывает вот еще «Обновить темы». Ставим галочку «Выделить все» и нажимаем «Обновить темы». Это один из способов обновления. Можно и, конечно, было сразу везде все обновить. Но вот мы сделали это по частям. То есть в этом нет никакой разницы. В общем, мы все обновлили. У нас здесь показывает циферка 0. Все обновления сделаны. Итак, простую задачу мы сделали. И запомнили, что когда мы перед тем, как будем что-то изменять в сайте, настраивать, его предварительно надо обновить, если нам предлагают эти обновления. Итак, поехали. Сейчас вернемся на страницу нашего сайта. Именно там, где он полностью отображен. Перейдем на сайт и посмотрим его. Переходим на сайт. И сейчас он выглядит у нас вот так. А, кстати, вот я еще, кстати, поменял название сайта и его краткое описание. У вас будет написано здесь WordPress и еще ниже какая-то строчка. В этом нет ничего страшного. Мы сейчас к этому подойдем. Итак, сейчас приступим к обзору нашего сайта, к его настройкам. Будем настраивать и смотреть за изменениями, которые происходят на нашем сайте. Сейчас смотрите, наводите мышкой на вот эту вот надпись у себя и у вас выскакивает сразу такое подменю, где есть надпись настроить. И вы нажимаете на эту надпись настроить. Идет загрузка. И смотрите, сайт у нас двинулся вправо, а слева появилась такая вот колонка с настройками. Сейчас, смотрите, мы из нее выйдем. И я вам покажу второй способ, как зайти в эту колонку. Нажимаем крестик. Вышли. Опять возвращаемся, нажимаем вот сюда, в панель управления нашего сайта. Теперь показываю вам второй способ, как попасть в настройки. Наводите мышкой на внешний вид. Появляется опять дополнительное меню. И опять выбираете надпись настройки и нажимаете на нее. И вот второй способ, как попадать в эту колонку настройки. Итак, приступим теперь к настройкам. Смотрите. Первая надпись у нас есть название и описание сайта. Нажимаем вот здесь вот вниз. Нажали. И у нас появилось название сайта. И здесь прописывайте свое название вашего сайта. Смотрите, у вас тематика сайта может быть совершенно любой. То есть, какой вы хотите, будь то спортивная тематика, будь то какая-то любая другая тематика. И прописывайте так, как вы хотите, чтобы назывался ваш сайт. Вот здесь вот, в этом поле. Название сайта. Дальше. Краткое описание. В этом поле ниже вы прописываете краткое описание вашего сайта. То есть, я прописал спортивный-гоночные машины. Следующий пункт. Здесь стоят две галочки. То есть, вверху и внизу. Смотрите. Если мы убираем верхнюю галочку, то у нас пропадает название нашего сайта. И это название не будет отображаться. Оно не будет видно ни нам, ни посетителям нашего сайта. Если мы хотим, чтобы видели люди наше название нашего сайта, ставим галочку, чтобы она здесь была. Также с описанием. Если мы галочку убираем, у нас пропадает вот здесь вот описание исчезает. И описания сайта нет. Я хочу, чтобы отражалось и название, и описание. И поэтому все это оставляю. Смотрите. Вы сайт сразу изначально делаете под себя. То есть, сразу прописываете именно свое название для вашего сайта. И сразу прописываете краткое описание для вашего сайта. То есть, и все. Дальше. Когда мы это все сделали, нажали кнопку «Сохранить и опубликовать». Все. Теперь у нас есть название и описание нашего сайта. Смотрите. Теперь нужно сделать следующее. Вот где надпись «Название и описание сайта», у нас она открыта, да, эта вкладка. Мы ее закрываем. Нажимаем вот сюда, и она закрылась. Теперь смотрите. Для того, чтобы дальше нам лучше было заметно, да, какие происходят изменения на сайте, нам для этого стоит открыть новую вкладку. Нажимаем «Новая вкладка». И здесь также в поисковике прописываем имя нашего сайта. Вот так вот прописали. И у нас откроется наш сайт. Вот. Уже отображено название нашего сайта и его краткое описание. Опять возвращаемся на эту вкладку и проходим дальше настройки. Здесь у нас вторая такая полоска. Это лого и фавикон. Итак, что это значит? Лого – это логотип нашего сайта. То есть, вот здесь вот перед нашим названием сайта будет какая-то картинка. Либо вот здесь покажу. Вот здесь вот будет какая-то картинка, да. Вот. Вот. И эту картинку мы сейчас туда поставим. Смотрите, вы можете поставить картинку любую туда, но тут важны размеры картинки. Сейчас я это вам продемонстрирую. Нажимаем «Выберите изображение». Смотрите, я тут уже предварительно загрузил два файла, но у вас здесь ничего не будет. И у вас будет вот такая вот надпись. Вот, загрузить файл, вот кликайте сюда, да. И вот у вас будет такая вот картинка. Перетащите файлы сюда. Или вот такая активная кнопка «Выберите файлы». Нажимаем «Выбрать файлы», и он нам предлагает выбрать какую-нибудь картинку с нашего компьютера, с любой папки. Вот сами выбирайте, какая вам картинка нравится. И выбирайте ее, да. Я вот для примера покажу. Выберу вот эту вот картинку. Нажимаю «Открыть». Вот она у нас открылась. Дальше я нажимаю следующее «Выбрать изображение». То есть выбрал. Теперь нажимаю. Оно здесь у нас появилось. Теперь нажимаю «Сохранить» и «Опубликовать». Теперь перейду на вторую вкладку нашего сайта, вот где у нас оно есть, да. И обновлю эту страницу, сделаю такое обновление, да. И вот я увидел, что картинка здесь перед нашим названием появилась, но совсем некрасиво смотрится. Она очень большая и как бы совсем некрасива. Поэтому картинку нам нужно поставить здесь сюда определенного размера. И это мы сейчас и как раз сделаем. Возвращаемся вот сюда и в нашу панель и нажимаем вот такую вот кнопочку «Удалить». Нажимаем «Удалить». Она удалилась. Теперь нажимаем опять «Выбрать изображение». Вот смотрите, здесь мы сможем переключаться. Либо в библиотеку, где у нас будут уже загруженные картинки, либо загрузить новый файл. Вот я выберу «Загрузить новый файл». И сейчас перед тем, как загрузить, да, я вам покажу следующее. Я понимаю, что фотографии и различные картинки бывают разных размеров. И для того, чтобы подобрать, да, нужную картинку, ее необходимо редактировать. И сейчас я покажу самые лучшие сайты, где это лучше всего сделать. То есть уменьшить картинку, увеличить картинку, обрезать, вырезать и так далее. То есть я сейчас покажу, где это сделать. Итак, открываем новую вкладку. И смотрите, в поисковике вот здесь, да, в поисковике прописываете такой сайт, да. Это http//plusgene.com То есть прописываете вот такое вот название сайта. Вот. И у вас должен открыться вот такой вот сайт. Это мой основной сайт. Теперь смотрите, что нужно сделать. Смотрите, смотрим справа. Есть такая надпись «Поддержка по видеокурсу». Нажимаем на эту надпись. И здесь посередине, вот, будет много различных статей. Вот. Посередине вам где-то среди, вот здесь, надо найти такую надпись. «Сайты для работы с картинками и фото». И нажимаете на это, да. И у вас открылись, откроется вот такая вот страничка, где будут написаны ссылки на сайты для работы с фото. Вот, которая отличная, вот, в самой верхней, это ссылочка на сайт, где очень легко и просто уменьшать и увеличивать картинку, да. Ниже предъявлены ссылки на сайты, где очень легко обрезать картинку нужного вам размера. Вот. Я, допустим, перейду на вот эту вот ссылочку, просто вам продемонстрирую быстро. Нажимаем на нее, и у нас сразу открывается вот такая вот страница, где предлагают нам загрузить сюда фотографию. Нажимаем «Открыть». Дальше выбираю картинку. Вот я уже подобрал предварительно. Нажимаю картинку, нажимаю «Открыть». Вот. И вот здесь нажимаю «Загрузить». Загрузилась она. Теперь смотрите, протягиваем чуть вниз, и вот у нас предлагается. Мы можем изменять картинку, перетягивая полоску влево-вправо, увеличивая или уменьшая размер. Можем прописать в проценты, на сколько ее уменьшить в процентах, да, или увеличить. И также можем прописать свои размеры, которые нам необходимы. Смотрите, я предварительно подготовился и для себя понял, что для меня лучший размер – это когда картинка будет шириной 140, а высотой 65 пикселей. И вот такой вот размер я выставил, да. Дальше я нажимаю «Изменить размер». Все, размер изменился. И смотрите, чуть протягиваем. У нас будет такая вот ниже полосочка и надпись «Скачать». Нажимаем «Скачать». И все, эта картинка скачивается к нам на компьютер. Теперь я ее поставлю туда, где мы предварительно хотели поставить наш логотип. То есть, именно… Именно еще раз покажу. Вот сюда вот, да? Именно вот сюда. Мы поставим маленькую картинку, более компактную, более удобную. Вот. Зажимаем «Выбрать изображение». Нажимаем «Выбрать файл». И выбираем ту картинку, которая нам нужна. Допустим, это она. Ну, я предварительно поменяю ее название. Мне не нравится такое длинное название. Выбираю ее, нажимаю «Открыть». Загрузилось. Нажимаю «Выбрать изображение». И вот она у нас здесь появилась. Нажимаю «Сохранить» и «Опубликовать». Так, сделали. Теперь возвращаемся на вторую кладку. Где открыт весь наш сайт. И нажимаем «Обновить страницу». Все, страница обновилась. И мы видим, что картинка здесь стала компактная. Поставили маленькую картинку. Все красиво смотрится. Итак, поехали дальше. Возвращаемся сюда, на вторую вкладку. И закрываем. Не, пока не закрываем. А вот протягиваем чуть ниже. И теперь у нас написано «Фавикон». Фавикон, да? Вот здесь у нас прописано. Что такое фавикон? Фавикон – это вот такие вот картиночки, которые отображаются красиво. Вот, допустим, если я… Вот тут отображаются одноклассники, там, YouTube и так далее. Это вот такие вот красивые картиночки. Мы сюда тоже поставим вот такую вот красивую какую-нибудь картиночку. Тоже любую картинку выбираете и сюда загружаете. Нажимаем «Выбрать изображение». Это библиотека наша. Переключаемся на «Загрузить файл». Вот мы можем переключаться между библиотекой файлов, куда мы уже все загрузили, и загрузить новый файл. Нажимаем сюда, нажимаем «Выбрать изображение». И я себе уже изображение подготовил. Это любая картинка может быть. И выбираю его, открываю. Загрузилось. Нажимаю «Выбрать изображение». И вот оно здесь появилось. Я выбрал такое круглое колесо. Это будет «Фавикон». Вот такой маленький значок для моего сайта. Это такие маленькие значки опознавательные. И также после загрузки я нажимаю «Сохранить» и «Опубликовать». Опять возвращаюсь на вторую вкладку для просмотра сайта. Нажимаю «Обновить». И вот смотрите, сразу поменялось. Вот здесь вот появился такой вот кружочек. Вот здесь вот тоже вот такой кружочек появился. И вот здесь, да. Все. Мы поставили значок для нашего сайта. А раньше у нас был такой вот листочек, ничего не значащий. А теперь вот такой вот кружочек, колесо типа. Смотрите. Опять теперь возвращаемся вот сюда. Возвращаемся вот сюда. И протягиваем до надписи «Логикон», «Лого» и «Фавикон». И это дело закрываем. Смотрим, что все написано «Сохранено». И нажимаем «Закрыть». Смотрите, вот у меня опять выскочило какое-то обновление. Да? Обновление. Нажму на это обновление и посмотрю, что он нам опять предлагает обновить. Так. Предлагает обновить переводы. Ну, хорошо, обновим переводы. Нажимаю «Обновить переводы». Все, обновились. На этом наш видеоурок мы закончим. И увидимся уже в следующем уроке, где мы приступим к замене вот этой вот картинки. И к другим изменениям нашего сайта. С вами был Джин Лав. Увидимся в следующем уроке. Пока. Продолжение следует.